Всем привет, с вами Шуха и это 10 выпуск рубрики 100 часов ада ванранкет. И суть рубрики, я создал новый аккаунт, где с первой же игры получил ВХС. И моя задача отыграть 100 часов ванранкет, чтобы дойти до калибровки, с которой, кстати, можно убить все 6к ММР. В общем, сыграл я уже 75 часов, осталось добить 25 и уже будет открыта калибровка. В этом видео я разберу катку, в которой я был на сларке, а на четверке за меня был за эксцегени на эсэфе. Ну, по крайней мере, он так думал. Приятного просмотра. Фарми скины на сайте opa.2.com. Море увлекательных игр, отзывчивая техподдержка и прозрачная система выплат ждут тебя. Заходи на сайт, вводи промокод и выигрывай opa.2.com. Твой личный мидос в закрепленном комментарии. Кстати, хотел рассказать о баге, про который мне уже много раз писали. В этот раз я столкнулся с этим, но это вы увидите в конце видео. Итак, нашел я катку, занял роль керри и заролил 12. Думал, придется играть на сапе, но мой союзник заролил единицу. И сразу же попытался занять мид. Дружище, ты проиграл ролл, бери саппорт. Но я ему сказал, мол, ты проиграл ролл, будь добр отыграй на сапе. И как ни странно, он меня послушал. В общем, пикнул я с ларка, а затем мой взгляд упал на наш пик. И я увидел эсэфа, который идет на сложную линию. И тут же его спрашиваю. То есть я в четверку, что ли, еще не помню? Добро лаун. Красава, красава. Разъебу, родной, разъебу. Верю, верю, давай. А то УДЖИ заготовочка на один стрим. Да там у них лестник, походу. По всей видимости, это тренер команды УДЖИ, который протекует секретный страт Иван Ранкетти. Перейдем к линиям. Стоял я с зомбарем против Легии Рубика. Изначально я срубил пару деревьев, пока было время, чтобы зомбарю было удобнее двигаться. На рунах я побежал на вражескую тройку. Тем временем, Рубик вкачал телекинез, чтобы отжать монету. Самое глупое решение, хуже и не придумаешь. Думал я, что сворую руну, но там уже был Наикс. Как вы поняли из-за того, что Рубен вкачал телекинез, лайн у меня был очень легким. Зомбарь гонял врагов, а я периодически подключался. На второй минуте мы нападаем на Легу, и я совершаю ошибку, нажимая Рана Паунс, из-за чего Легу выживает, хотя ФБ мне бы не помешало. Под конец третьей минуты я таки забираю ФБ. И покупаю арбу в Веном для того, чтобы гонять Легу, или убить, если подставится, Бент, плюс Виндлэйс как дешёвая замена сапогу, которую я дали апнув драмы. Зомбарь, видно, попался понимающий, пока я выпулевал крипов, из-за чего у меня был хороший левел, а враги сильно проседали. Далее, я под стаками пассивки, но Лега считала, что может размениваться со мной, но она глубоко ошибалась, за что и была отправлена в таверну. На шестой минуте разворачивается в Великой Погоне за зомбарём. По какой-то причине я считаю, что нужно помочь и бегу в файт. Но в итоге, просто потраченное время, так как все просто убежали. А вот в этом моменте Рубик должен был умереть, но Тинкер зажал ракетку и лазер, и пошёл чекать свои стаки. Далее, из таверны я наблюдаю за тем, как ребята гангуют фантомку, но если бы фантомка умела чекать врагов, или просто бежала прямо, то скорее всего выжила бы. После возрождения я смещаюсь в бот, там нет вышки плюс много фарма, а как вы заметили из-за того, что я много бегал, я просел по крипам. В итоге я остаюсь на боте и фрифармлю, а когда в определенный момент легионка зашла слишком далеко, я колю Панга помочь мне убить её, в результате чего разворачивается драка. Го Панги, любим этого дурачка на боте. Нагоним, собираю. Хорошо, вот, ебан. Собра, на дорогах. Мне вот, например, интересно, почему эсэф издавал вот такие звуки. В этот момент я смотрел на своего героя и не следил, что там происходит, но ради такого момента придется пересмотреть реплей. Как оказалось, там был тонкий расчет. По всей видимости, он был в курсе, что там играет глупая па, которая могла легко убить эсэфа, что она и сделала, но при этом и выжить. Но это уже другая история. На 17-й минуте я сбиваю ТП, боюсь спириту, тем самым спасая жизнь Тинкеру, так как он тэплся в мид и его ждала позиция легионка, чтобы на пару убить Тинкера либо эсэфа. В итоге фокус переключился на меня, я переложил топорик, Кура донесла саблю, но и переключил ПТ на силу, чтобы было побольше хп. Скорее всего я бы тут умер, если бы спирит попал реминантом, но мне повезло и я выжил. Пацаны, за этим инициировал для вас. Кстати, зомби тоже был довольно-таки подозрительным типом. Че танцуешь на зомби? На 22-й минуте мы с пангичем снова разваливаем врагов. Кстати, тут я нажал сильвера, чтобы добить лего с доп урона, но она оказалась быстрая и пришлось использовать паунс чуть ли не в таверну. Ближе к 30-й минуте я понимаю, что леги давно нет на карте. Сначала я подумал, что она фармит в нашем лесу, но не нашел ее. Потом решил расставить Тинкер Варды, так как подозревал, что они там в амулете. В итоге нашел Гегу. Смотрите, кого я нашел. Я его нашел. Не бейте его, не бейте. Не бей, не бей, не бей, не бей. Я прихонюсь. Да не убивай его, зачем ты его убил? А затем и фантомку. Ну а теперь выход эсэфа. Пауза там, давай. А нахуй. Ты тупо уничтожил. Давай там. Туууу. Ебать мне еще разлюбил, брат, помоги. Давай про кастому вот этот красивый который. Ааа, больно. Про кастому давай прям сейчас. Баааа, сула. Я запаузил. А вот кстати и момент бага. Мне сняли 5к порядка после этой игры. Хотя у меня всегда на всех аккаунтах было 10 тысяч. И на этом в том числе. Кто шарит напишите в чем дело по вашему мнению. А также оцените эсэфа по 5 бальной шкале. Кстати, также мы создали дискорд канал для подписчиков. Где ты сможешь пообщаться, найти тиммейт и поиграть 1х1. Ну а также пообщаться со мной. Так что не стесняйся и залетай по ссылке в описании. И про подписку не забудь.